Везение – вещь непостоянная и для каждого оно свое. Для одного везения завести машину, для другого найти кошелек на дороге, для третьего выиграть лотерею. Но есть люди, которые на своей шкуре поняли, что это такое. Здесь представлен топ из пяти везучих людей мира. Поехали! Первый в этом списке – Фрейн Силак. По национальности хорват – пожилой учитель музыки. Жизнь преподнесла ему сюрпризы семь раз. В 1962 году он попал в катастрофу с поездом, унесшую жизни 17 человек. Смог отделаться лишь сломанной рукой и шоком. В 1963 году его и других людей, изнезапно открывшейся двери самолета, просто смело вниз. Этот полет закончился для Фрейна мягким приземлением на сток сена. Причем в этот раз погибли 19 человек, а он только получил незначительные царапины. В 1966 году автобус, на котором он ехал, упал в ледяную реку. Четыре человека умерли, но Фрейн Силак смог доплыть до берега. Когда он пережил две аварии с взорвавшимся автомобилем, чудом выпрыгнув из него, судьба решила, что с него хватит и наградила выигрышем в 1 миллион долларов, который счастливчик потратил на операцию по замене тазобедренного сустава. Второй – Тимоти Декстер. Везунчик, который даже не умел писать свое имя. Некоторые знакомые, которые хотели над ним подшутить, предлагали ему планы коммерции, которые невозможно было выполнить. Например, продажа сохраняющих тепло сковородок в Западной Индии. Зачем в стране с теплым климатом такие сковородки? Продать их, казалось, было невозможно, но для Тимоти оказалось легче легкого. Их продали, как ковши для патоки. Еще один коварный план завистников заключался в продаже шерстяных варежек той же компании, но варежки перепродали в Сибири. Тимоти получил большой доход. В конце своей жизни он написал книгу «Чего не знают умники» или «Простая истина деревенщины». Джейсон и Дженни Керин Слоуренс. Семейная пара, которая попадала в террористические акты целых три раза. Первый раз в Нью-Йорке чудесно с сентябрьским утром, не предвещавшим беды. Через четыре года уже в Лондоне. Теракт произошел в общественном транспорте. В третий раз они снова оказались в горячей точке – Мумбаи. Эта пара проявляет завидный оптимизм, надеясь на лучшее и на счастливое будущее. После всех тех событий они продолжают путешествовать по миру и верят в ангелов-хранителей. Стюардесса Ванесса Вулоповец. Чудом спаслась после теракта на самолете, стюардессой которого она была. После прыжка на землю с высоты более 10 тысяч метров получила перелом челюсти, ног, позвоночника и была парализована. Но успешные операции поставили ее на ноги. Еще она прославилась своим затяжным прыжком, без парашюта. Последний везунчик в этом топе – Тусатому Ямагочи. Он стал свидетелем двух ядерных бомбардировок. Первый раз он встретился с этим в Хиросиме, где был обожжен и ослеплен, потому что был в всего лишь 6 километрах от эпицентра взрыва. С трудом добрался до дома в родной город, где произошла повторная бомбардировка. Он прожил очень тяжелую и страшную жизнь. Очень долго боролся за разоружение от ядерных бомб всех стран. Но, к сожалению, скончался от рака желудка в преклонном возрасте. Смотря на жизнь этих людей, невольно задаешься вопросом, правда ли эти люди везучие? Скорее всего, нет. И этот список надо назвать списком пяти самых невезучих людей. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Ну а если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк.